Учителя массово увольняются из школ с начала учебного года. Новостные издания пестрят подобного рода заголовками. Из-за ограничений, вызванных пандемией, работать педагогам стало значительно сложнее. Детям учебу тоже усложнили. Согласно требованиям Роспотребнадзора, занимаются они теперь в одном кабинете, в другое помещение переходят только по необходимости, например, на уроки физкультуры или химии. На входе детям измеряют температуру, а при появлении симптомов ОРВИ должны отправлять домой. Провести съемку в школе нам не разрешили, но наша съемочная группа на улице опросила ребят, как теперь организован учебный процесс. Учителя дезинфицируют руки, но в масках не сидят. Они очень удобны. Но это мир безопасный, их нужно соблюдать. Мы не сидим ни в перчатках, ни в масках. У нас уроки проходят хорошо. Мы с другими классами не пересекаемся. У нас звонки на переменные идут отдельно. И на урок тоже. В столовую ходим парами и пересекаемся с другими классами. Сначала, например, мы идем, потом в другой класс. Обычно, как раньше, но с мерами предосторожности, с масками. То есть из кабинета нас далеко не пускают уходить. Когда было раньше, то было легче. Потому что нам нужно держать расстояние между собой. Мы в одном классе сидим, все уроки. И к нам учителя приходят. И сами в масках передвигаются по школе. Также в интернете упорно распространяются слухи, что с 20 сентября все школы России опять отправят на карантин. Этот вопрос родители задают в инстаграме министра образования науки и молодежной политики Нижегородской области Сергея Злобина и губернатора региона Глеба Никитина. Пока чиновники утверждают, что все эти предположения о тотальном закрытии и переходе на дистанционное обучение безосновательное. Переводить на онлайн уроки будут классы на две недели только в случае, если там обнаружат больного ковид-19. Как учиться лучше – дистанционно или очно? Лучше в школу ходить, конечно. Тут и общение с другими детьми, и развитие больше идет, чем домашнее обучение. Дома учишься по дистанционному обучению, а в школе по-настоящему. А это тяжело вообще дистанционно учиться? Да. Может, там все зависит, и ты ничего не поймешь. В школу ходить лучше. Ну, учитель объясняет. Там с учетами легче, понятнее, чем самим все это разбирать. Только не дистанционное. У нас к этому абсолютно ничего не готово. Абсолютно. Вот в этом городе науки и техники. К этому ничего не приспособлено. В школе с учителем легче. Почему? Потому что учитель все объясняет. Как утверждают специалисты, коронавирус останется с нами надолго, и людям придется привыкать жить с ним, адаптируясь к новым реалиям. При этом, с одной стороны, еще раз предлагаю не отчаиваться. Ну что ж, вирус вошел уже и укрепился очень надежно в популяции человеческой. И не отступит уже теперь. Ну и мы отступать не будем. Мы знаем с вами, как профилактировать. Медики знают, как лечить. И мы с вами дружно все ждем вакцины. Это тоже будет замечательный период. Предположительно, такой режим в школах сохранится до конца календарного года. А слабнут ли ограничения со временем или наоборот станут жестче, пока непонятно. Екатерина Опенова, Ирина Вашегородцева, Евгения Швецова, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.